Праздник выпускников Аллы и Паруса в Ленинском районе Бреста по давней традиции начался с митинга и возложения цветов к памятнику воинам, погибшим при освобождении Бреста. О преемственности поколений и памяти о мирном небе над головой и предстоящем жизненном пути говорили ветераны войны и труда. Их напутствие – первый в этот торжественный для выпускников день. Нас волнует их будущее, чтобы все труды, которые мы вложили в них за столько лет, родители, семья, общество, оправдалось. И они были настоящими гражданами нашей Беларуси. Праздничное шествие вчерашних школьников, пожалуй, самое зрелищное действие. Получился настоящий парад красоты и молодости. В нынешнем году 716 юношей и девушек окончили учебные заведения Ленинского района. И теперь вступают в большую жизнь в сопровождении ансамбля «Мажореток Виктори» и городского духового оркестра. Ленинский район всегда высоко держит планку. Он один из лучших в области. И по многим номинациям идет на лидирующих позициях в республике. Ну а если по статистическим данным, то в этом году у нас 716 выпускников и 22 золотых медалиста. Это результат работы педколлективов, результат работы наших школ. Кроме того, достаточно много победителей республиканских олимпиад. Поэтому я считаю, что планка Ленинского района в образовании достойная и профессионально высокая. В нынешнем году 22 учащихся окончили школу с отличием. Заслуженные золотые медали выпускникам вручали глава Ленинцев Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского облсполкома Андрей Клец, представителя депутатского корпуса. Району есть кем гордиться. В самом сердце Бреста живут ребята, преуспевшие в изучении точных наук, молодые и талантливые артисты, спортсмены, активисты общественных организаций. Я могу назвать сегодня выпускника гимназии номер один Засимука Антона. Засимук Антон стал лучшим выпускником в Республике Беларусь. И совсем недавно на последнем звонке в Минске ему вручили подарок и вручили именной знак лучшего выпускника. Я бы хотела отметить сегодня еще Владимира Поплинского. Это мальчик 32-й школы выпускник. Он сегодня будет петь на нашей сцене. Сегодня им будет специальный приз от мэра города нашего. Володя Поплинский прославлял нашу Беларусь, наш город Брест далеко за пределами нашей страны. Самое большое число отличников традиционно в первой гимназии. В этом году здесь 8 медалистов. Не осталось в стороне от золотой когорты и старейшая школа Бреста номер 5. В числе ее выпускников всегда есть школьники с золотым отливом. Медаль – первый шаг к будущей профессии. Для этого сделано многое. Например, я получила уже медаль. Это уже плюс. Я думаю поступать в медицинский университет. Хочу стать врачом и помогать людям. И лечить их. Я хотел бы стать программистом. Мне очень нравится эта сфера. Я заинтересован в том, чтобы стать квалифицированным специалистом. И вывести нашу страну, прославить ее. Еще вчера они были просто школьниками. Завтра каждый из них выберет свою профессию. За каждой медалью и аттестатом труд учащегося, педагогов и, конечно же, родителей. Легко и сложно. Но мы очень благодарны школе, в которой мы учились 11 лет. Ну и, наверное, горды, что ходили в эту школу имени Карвада. Поэтому мы хотели бы сказать, прежде всего, большое спасибо администрации, учителям, завучам, всем, кто 11 лет вместе с нами работал. Впереди у вчерашних школьников централизованное пестирование учебы и получения профессий. И долгий путь к мечте на алых парусах успеха и таланта. Я им хочу пожелать только одного, чтобы они были успешные, востребованные, чтобы вот эти алые паруса были наполненными ветром надежд. И чтобы они знали, что лучшее место нет у Бреста, и наш тысячелетний город их ждет. Потому что следующее тысячелетие – это их. И они должны здесь быть профессиональными, подготовленными, чтобы делать наш город еще лучше. Ирина Альшова, Андрей Щербант, Налуговкин, телекомпания БУК-ТВ.